Сегодня 9 июля. Виноградный сезон в этом году, в частности конец весны, практически весь июнь, очень экстремальный. То есть через день, через два идут дожди, шли дожди, тепло, то есть все предпосылки к появлению болезней на винограднике. И тем не менее, опрыскивая виноградник микробиологическими средствами защиты Байкала М1, Трихоплант, а также М5, сделанное на основе Байкала М1, я мог похвалиться тем, что виноградник у меня чистый. И вот не на всех, а на некоторых кустах я обнаружил признаки мильдью. На некоторых листах появились желтые пятна и мицелий гриба. Одна-две ягоды в гроздях также были повреждены грибком. Срочно снова опрыскал виноградник Байкалом, повышенной концентрацией 30 грамм на ведро воды и Трихоплантом. Хотя, как утверждает производитель, после появления болезни микробиологическим средствам защиты, с ними справиться уже тяжело. Через два дня обратил внимание, что листья, поврежденные болезнями в местах появления грибка, стали подсыхать. Но тем не менее, мицелий еще сохранился. И тогда же, два дня назад, произвел обработку химическими препаратами. В частности, обработал виноградник ридамилом, чтобы уничтожить появившуюся болезнь. Сейчас, после обработки ридамилом, зараженные ягоды подсохли. И вижу, что болезнь дальше не распространяется. Но, я очень и очень доволен работой Байкала М1. Хоть он и не смог на 100% уберечь виноградник от болезней, я доволен развитием своих кустов. Ягоды очень крупные, красивые, привлекательные. Кусты растут, побеги растут энергично. Цвет листвы здоровый. Делает свое дело ямкомпост, который заложен у меня под виноградные кусты. Также поливы, периодические поливы с добавлением Байкала М1. И еще повторюсь, что виноградный сезон в этом году очень непростой. Можно сказать, экстремальный. Кстати, другие гибридные формы и сорта на винограднике у меня прекрасно себя чувствуют. После этих обработок Байкала М1 и не болеют. Приболели несколько. Хуже чувствуют себя Лора, Аркадия и Гелиос. Все остальные кусты в порядке. Юбилейного Черкасска. И ягоды, и листья чистые. Виктор. Также никаких нареканий. Прекрасно чувствует себя преображение. И Благовест. Великолепно чувствует себя Зорница. Какие выводы могу сделать? Микробиологические препараты делают свое дело. Улучшают развитие растений. Ускоряют созревание плодов. Также они в немалой степени защищают от болезней. Ну а чтобы полностью защитить свои кустарники от болезней, необходима профилактическая обработка. Постоянная. Раз в неделю. Тем более, на моем участке только несколько кустов прихватили Мильдию. В основном же кусты чувствуют себя прекрасно. Через две недели после обработки виноградного куста химическими препаратами можно снова использовать микробиологические. То есть, через две недели я снова начну опрыскивать свои кусты Байкалом М1. Я ни в коем случае не собираюсь отказываться от них. Потому что в пользе этих препаратов я уже убедился. В этом экстремальном сезоне многие виноградари, которые обрабатывают кусты химическими средствами защиты, также жалуются на появление болезней. Вот, к примеру, Лора моего соседа работает исключительно химическими средствами защиты. Мильдию есть и у него. Не всегда и химия на 100% защищает от болезней.